Тема, в общем-то, в каком-то плане продолжает, начатую до перерыва. Так случилось. Да. Ну, может быть, так построено было организаторами. Пожалуйста. Спасибо. Я хочу обратить ваше внимание на афоризм, который предшествует докладу. Здесь он, правда, не очень виден. Он звучит таким образом. Никто не заходит так далеко в любом отношении, как тот, кто твердо шагая, как твердо не знает, шагая легко, куда он так быстро идет. Ну, вот с такими уходами далеко, без знания сути дела, мы уже, в общем-то, сталкивались и сегодня столкнулись еще один раз. Я в этой связи хочу поставить вопрос по теме нашего доклада. Действительно ли существует объект исследования? Действительно ли существует угроза европейской цивилизации или это сугубо надуманные вещи? Ну, я исхожу при этом не из прогнозов Ванги, скажем, или Нострадамуса, или, скажем, нашего Мессинга. Хотя удивительным образом их предсказания по датам довольно близко совпадают. Но, конечно, нет, я опираюсь совсем не на эти вещи. И, конечно, не на, скажем, геофизические или геокосмические факторы. Ну, вот Апофис, астероид, должен в 29-м году пройти мимо Земли. Но уже рассчитано, что он пройдет в 30 тысячах километров примерно. И это, в общем, не угрожает Земле. И даже если бы он прошел еще ближе и нужно было бы найти управу на него, то такие проекты существуют, они вполне реальные. Можно было бы сдвинуть его в орбиту с помощью ракет, нескольких, скажем, которые его достигли бы и отодвинули. Взорвать нет смысла, потому что крошки все равно попали бы на Землю. Они могли быть немаленькими. Ну, и так далее. Например, известно, что в 30-м году будет серия 9-ти бальных землетрясений в районе Японии. И что примерно 130 миллионов человек при этом может погибнуть, если не предпринять какие-то меры, чтобы их оттуда убрать. Ну, и так далее. Конечно, могут быть какие-то вещи, которых мы не предвидим. Ну, вот не совсем понятно, к чему приведет потепление. Глобальное потепление. Расширение озонных дыр, хотя как будто бы теперь они уже и не расширяются. Ну, и так далее. Но то, о чем я сейчас говорил, касалось бы не только Европы. Это были бы глобальные эффекты. А мы сейчас говорим о судьбе европейской цивилизации. Я думаю, никто не станет возражать, что на сегодняшний день европейская цивилизация является авангардом, является наиболее развитой по развитию науки, искусств и так далее. По развитию самого человека европейского. В сравнении, скажем, со взглядами... Я забыл, как называется шейх религиозный в Сирии. Ну, забыл, как его называть. Но вы слышали, наверное, он провозглашал, что всякий, кто будет утверждать, что Солнце и звезды не вращаются вокруг Земли, должен быть забит камнями. Вот и все. В какое средневековье мы можем отправиться? Ну, вот вы можете составить себе представление. Таким образом, речь пойдет о некоторых внутренних аспектах в развитии Европы, в развитии ее культуры, которые, как не огорчительно, в довольно скором времени, по предсказаниям квалифицированных футурологов, вооруженных прикладной математикой, математическими моделями и так далее, вооруженных знаниями по тем параметрам, которые они в эти модели вставляют. Вот их предсказания одно за другим не просто совпадают, а сближают сроки, по которым это должно произойти. Ну, прежде всего, я должен, наверное, адресоваться к докладам Римскому клубу. Аврелий Упичи организовал этот клуб, вы знаете, и он долгое время действовал, я не знаю, действует ли он сейчас. Публиковались его работы. Да, действует? Да. Ну вот, да. Публиковались его работы. В нашей печати была некоторая реакция на эти работы. Геловане и Гвишане, академики, наверное, по заданию ЦК, они об этом не говорят, проверили эту работу. И в «Молодом коммунисте», там я читал эту статью, это 70-е годы, то есть довольно давно, они сказали, да, модель верна, но это касается их империалистов, а к нам это не имеет никакого отношения. Но после этих модельных предсказаний последовал еще целый ряд. И, скажем, наш доктор наук, заместитель директора Института прикладной математики Георгий Малинецкий, ну, наверное, не один, конечно, проделал работу такого же рода, проверил возможность развития динамики Европы в ближайшие годы и приблизил срок апокалипсиса или катастрофы в развитии Европы. В докладах Римского клуба предполагалось довольно длинный срок отводился от 40-го по 60-й год. Вот в интервале 20 лет должно было это произойти. Ну, дальше возьмем середину, 50-й. Малинецкий сдвинул довольно существенно и предсказывал, это примерно 5 лет назад это было, на 20-30-е. И вот уже совсем недавно работа американских прикладных математиков во главе с прикладным математиком Сафа Монтеширай, его имя и фамилия, ну, вот он американец, я не знаю, англосакслин по происхождению, наверное, вряд ли, судя по имени и фамилии, но он известный прикладной математик. И они при поддержке фонда, государственного научного фонда и ряда других фондов, имели хорошие деньги и можно было собрать большой коллектив. И они пришли к выводу, что они брали в рассмотрение. Пять параметров всего-навсего. Это народонаселение, ну, с аспектами разными, убывает, пребывает и так далее, здоровое, больное. Дальше сельское хозяйство, водоснабжение, климат и энерговооружение. Ну, это всего. И по этим параметрам пришли к выводу, что через 20 лет европейской цивилизации должен наступить конец. В Англии, независимо от них, при поддержке Государственного фонда науки, провели самостоятельные исследования и получили условия, как они пишут, идеального шторма через 15 лет. Вот теперь начинается, скажем, недавно была опубликована работа, но вот с 16-го года. Должно все закончиться. И это кажется, ну, как же так, вчера жили, позавчера жили, сегодня живем. И что это вдруг, через 15 лет, что, собственно, произойдет? Живший, может быть, и живущий сейчас в Америке, японец. Я сейчас поставлю этот слайд, чтобы вы его видели. Миттиокуси, 26-го года рождения. После войны он выступил с предложением, которое нашло отражение в создании международных организаций, таких, как ЮНЕСКО, скажем, таких, как НАТО, и впоследствии целый ряд других международных организаций. Он говорил, что для того, чтобы не было войны, для того, чтобы жить в мире со всеми людьми, нужно создать общеземную федерацию из государств. И дальше, исследуя эту проблему, он приходит к выводу, что федерация эта, к сожалению, может не состояться просто потому, что по одному всего параметру, по состоянию здоровья населения, произойдет полный конец этому населению, и европейской цивилизации, а Америка туда тоже входит. Ну, вот он, например, отмечает, что в 50-е годы, по сравнению с 80-ми годами, психически больных людей в Америке было в два раза меньше. Значит, было 20%. Значит, каждый пятый был болен. В 80-м в два раза больше. То есть, 20 пополам, значит, каждый десятый, а не каждый двадцатый. Теперь еще 30 лет прошло. Я, правда, не знаю, как сейчас обстоит дело, но вряд ли оно улучшается. И мы слышим в сообщениях по радио и в печати, что то там, то здесь раздаются выстрелы, и не только ИГИЛ, запрещенные в нашем государстве, выполняют эту функцию, а и, собственно, соотечественники стреляют друг в друга без всякой причины на то, потому что что-то показалось, чем-то недоволен, ружье в руки, и вот результат. Конечно, это сумасшествие. Но он отмечал и резкий рост других заболеваний, метеогистии. Он говорил, что сердечно-сосудистые, диабет, рак в особенности, ну и психические заболевания, что они так быстро развиваются, что они не оставляют места для надежды на то, что ситуацию можно будет изменить. Он писал, времени остается слишком мало для того, чтобы ситуацию это изменить. К лучшему. Ну вот, мало или много. На этот счет мы как раз будем говорить, потому что я предлагаю некоторые варианты на этот счет. Значит, в Европе происходит, мы это замечаем, действительно обострение, внутреннее обострение ситуации в ней самой. Ну, мы можем рассмотреть, скажем, идеологию. Идеология – это идеология общества потребления. Значит, деньги прежде всего, остальное не важно. Мы могли бы изготовить продукцию, которой мы могли пользоваться 10-15 лет, но мы ее сделаем такой прекрасной, хорошо выглядит, но только на три года, и потом никуда вы ее должны будете выбросить. Значит, деньги прежде всего – это, конечно, ущербная вещь. На смену такой идеологии должна прийти какая-то другая. Вот, а какая именно, мы об этом, если позволит время, поговорим. Значит, идеология не годится. Политика никуда не годится. И мы все хорошо замечаем, что Маркс был неправ, когда говорил, что рабочий класс – это последний эксплуатируемый класс. Вот когда он придет к власти, эксплуатация исчезнет. Никуда не исчезнет. Даже если рабочий класс пришел, ну, у нас приходил, как бы рабочий класс, и как бы эксплуатации не было, ну, о гулагах не говорим. Просто рабство. Так вот, значит, никуда не исчезнет. И мы видим сейчас, и это отмечают и другие, что к власти от года к году приходит новый тотальный эксплуататор. И это административно-бюрократическая элита, если можно так назвать элитой. Это становящийся теперь новый класс эксплуататоров. Тотальный. Причем, в отличие от буржуазии, которая подчинялась закону, вот эти граждане пишут сами закон, сами его осуществляют, владеют деньгами, владеют системой наказания и так далее и тому подобное. То есть, по сути дела, всесильная власть. И это в политике так происходит. Ну, в экономике мы говорили, общество потребления, идеология, но это и экономика тоже, потому что не физическая экономика господствует, а номинальная, денежная, где возможны крупные махинации с наличными деньгами. И мы это хорошо знаем, я не буду на этом останавливаться. Ну, вот, значит, что касается демографии, например, то у нас в России, скажем, насколько мне известно, из десяти новорожденных девять больные. Из них половина генетически больные. Вот как во всем мире, наверное, не очень хорошо, потому что Миттиокиси говорит, что болезни развиваются так стремительно, что времени для выздоровления и населения как будто бы и не остается. Так вот, девять из десяти рождаются больными. И это понятно почему. Потому что, ну, наркомания, пьянство, скучность населения в городах, экологические нарушения, ну и так далее. Ведь недаром Сафа Монташирай брал водоснабжение в рассмотрение. Казалось, ну что, воды-то сколько хотите. Но она так загрязнена, что для того, чтобы ее чистить, понадобится огромное количество энергии, а энергию он тоже рассматривал. И получается, что ее не хватит. Значит, он пришел к выводу в результате этой модели. И мне кажется, этот вывод очень правильный. Что для того, чтобы ресурса Земли, нашего общего дома, хватило на всех, нужно немедленно, сразу же, теперь сократить потребление элитой большей части продукта, которые производят на Земле. И улучшить положение тех, кто еле-еле сводит концы с концами. Тогда общее потребление продукта на Земле уменьшится, не нужно будет столько производить, не нужно будет столько тратить земного ресурса на поддержание жизни. Ну вот, такой он делает вывод. Сумеет ли это сделать? Я хотел бы сказать, что если мы хотим решать кардинальные вопросы и хотим нечто жизнеобеспечивающее внедрить, это означает, что чем-то нужно поступиться. Какими-то своими привязанностями. У нас очень резво обсуждают в Торске или в чужое пространство самолет стреляли, не стреляли и так далее. Не об этом сейчас речь идет, а о том, чтобы через организацию объединенных наций, повышая ее статус и ее полномочия, образовать, наконец, мировое государство. Вот эти исламисты тоже хотят, но это будет другое государство. Мировое государство, в котором каждый из теперь существующих регионов будет оптимизирован по самодостаточности. Это означает, что если у вас очень большие границы, то вы к себе поселите еще кого-то, и это будет региональное управление, а общее управление земное будет за глобальным правительством. Но это уже касается мер, которые нужно было бы предпринять. Я немножко ушел вперед и хотел бы сказать, что эти меры я предлагаю не спонтанно, мне вот так на ум пришло, опираясь на некоторые законы, их три, которые мне удалось вывести, опираясь на общий, ну, по крайней мере, общий физический принцип. Это принцип Лейбница, который был назван им действие. Действие это интеграл, ну, или сумма, скажем, если в конечных промежутках времени произведение свободной энергии на время, в течение которого она действует. Вот опираясь на этот принцип, я получил два закона. Один из них закон ускорения социального времени, и это дает мне основания предполагать, что оставшиеся 20 лет можно все-таки использовать, если опираться на объективные законы. Что значит опираться на объективные законы? приписывает Леонардо да Винчи такую фразу, если вы хотите изменить направление движения реки, изменить русло реки, спросите у нее, куда она хочет течь. Так то, что я предлагаю, это как раз вопрос к социуму, к законам его развития. А куда вы хотели бы течь? И каким образом? Оказывается, с ускорением времени, и оказывается, что до меня этот закон другим способом открыл историк и экономист профессор Поршник. Я когда делал это, сделал это, я очень этим гордился, вот я читал доклады на эту тему, и мне на одном из них сказали, так это Поршник сделал. Я посмотрел, как он сделал, он сделал это другим способом, опираясь на эргономику. Он рассуждал, чем вооружен человек, ну скажем, одно и то же вооружение, одна человеческая сила, скажем так, вот в те доисторические времена, когда у него и лопаты не было в руках, потом лопата, потом сахас, плюс лошадь, потом ветровые мельницы и так далее, и получалось, что, ну и потом делил, там, больше, чем одна человеческая сила, вот так он делил на число людей, в общем, получал, сколько каждый человек, чем он вооружен, и получалось, что одно и то же вооружение он получал за все более короткие промежутки времени. А я исходил из общего теоретического смысла, не вдаваясь в эргономику. Получилось совпадение, и я этому рад, потому что это получился тест для моего метода. А вот второй вывод, который я с его помощью сделал, состоит, и это кажется парадоксальным на первый взгляд, в гармонизации общественных отношений. Какая гармонизация? Война кругом. Что делается-то? Ученые люди провозглашают, что мы ненавидеть должны друг друга, потому что англосаксы нас ненавидели, и мы им должны платить тем же самым. Ничего подобного. На самом деле действительно гармонизация общественных отношений и укропнение государственных границ, ну СССР, например, это движение в том же направлении. Ведь трудно представить себе, чтобы была война между отдельными республиками в рамках СССР. Правда? Невозможно. СССР распался, война идет. Трудно представить себе, что Канада с Америкой начнет воевать. Территория тоже довольно большая, население большое, никакой войной не пахнет. Трудно предположить, что в Европе объединившиеся в Евросоюз государства, хотя сейчас это только процесс объединения, идут всякие трения и так далее, но трудно предположить, чтобы Бельгия, скажем, восстала против Австрии или Австрия пошла войной на Францию. Вот такие объединения это гармонизация человеческих отношений. Как она пойдет дальше? Дальше она пойдет так, время короткое, как мы это захотим и как мы потребуем от наших правительств, чтобы они это делали. Это должен быть целенаправленный, глобальный и опирающийся на объективные законы процесс. Будет этот процесс? Все будет хорошо. Не будет этого процесса? Ну, сами понимаете, к чему мы придем. Вот таким образом я хотел бы сказать, что это экстренная мера, которую нужно делать вот сейчас, с сегодняшнего дня или с завтрашнего. Но наряду с экстренными мерами существуют и другие, перспективные. И в этом смысле с больным населением на 90% больным сделать что-нибудь приличное, психически больное, скажем, невозможно. Или раковые больные, которым все равно, что там с вами будет, мне завтра умирать. Невозможно. Значит, нужно культивировать здоровое население взамен существующему теперь. Это, если брать технику, брать автомобиль, например, это как фильтр тонкой очистки. Значит, такую вот тонкую очистку надо организовать. Я назвал этот институт, он должен быть глобальным, конечно, я назвал его инкубатором. Это означает, что по известной методике отбирают во всем мире здоровых людей. И этим здоровым людям обеспечивается карт-бланш на производство населения. ничего удивительного нет. Это Евгеника. И немцы этим пользовались, только они хотели вывести арийскую расу. Никакого фашизма здесь нет. То же самое немцы это делали, да. Немцы пользовались таблицей умножения. Это не значит, что всякий, кто пользуется таблицей умножения, фашист. Это только вы можете такое сказать. Больше никто. таким образом, если вы используете Евгенику в нужных целях, в производстве здоровых людей разных рас, разных, со всего мира. Чьи цели вы посредствуете? Мы в куларах поговорим, хорошо, да? Да, ладно. Я готов это обсуждать с вами. Евгеника, да? Совсем другое, хотя опираются на Евгенику, но мы опираемся на таблицу умножения, на дифференциальное исчисление, на принцип лейбница, скажем, на закон сохранения энергии. Ну и те опирались, так что нельзя? Все верно. Ну вот, так вот эти инкубаторы должны постепенно производить нарастающее численно население, во-первых, совершенно здоровых, во-вторых, государство берет, все государства, берут на себя обязательства воспитывать их с самого начала как ответственных граждан, ответственных за жизнь на земле. То есть это экологи, и все, что хотите, там в одном экземпляре присутствует все. И это граждане, которые выполняют установленный закон независимо от того, есть полицейский над ним или нет полицейского над ним. Если горит красный свет, не идет, даже если нет милиционера. Ну я условно об этом говорю, значит понятно, о чем идет речь. И здесь еще один важный... У вас 5 минут. Я заканчиваю. И здесь еще один важный аспект, это главный стабилизатор ситуации на земле или в государстве, в отдельной стране, лучше так скажем. И главный его дестабилизатор. Это государственный власть, или лучше сказать функция управления. Функция управления для системы, как для всякой системы, должна состоять по крайней мере из двух компонентов. Это консервативная часть и оперативная. Если существует только одна, она принимает на себя функции другой, но делает это плохо. И система разваливается. Система, если она только... Этатисты не правы. Если она только государство, пирамида, разваливается. Развалилась в Германии, развалилась у нас, и новая попытка построить эту пирамиду кончится тем же самым. Когда возникает такая ситуация? Когда государственная власть уходит далеко, опираясь на свои полномочия, на вооруженные силы, на подмену Конституции и так далее, когда она далеко уходит от демократии. Если местному населению не передается все, что может сделать местное население, таков лозунг, отдайте регионам, и местному населению все, что они могут сделать. Остальное делайте сами. Так вот, это все, что они могут сделать, будет нарастать. И здоровые, хорошо воспитанные граждане будут брать на себя все больше и больше. Где они будут жить поначалу? В коммунах. Это некий аналог кибуцев. Ну, я говорю только некоторый аналог. Как их организовать и так далее, это технический вопрос. Но вот в коммунах там будет идеальный порядок во всех отношениях, идеальная производительность труда, ну, с нашей точки зрения идеальная. Но это не значит, что все везде будет одинаково, противоречия стерты, это обозначало бы с физической точки зрения полное окончание всей жизни. Энтропия возросла бы и, так сказать, был бы полный хаос. Этого не будет, потому что противоречия не исчезнут никогда. Таким образом, в дальнесрочной перспективе это, ну, как мы условно договорились, это инкубаторы и коммуны, и это еще производство, народное производство по типу андрагоны, где каждый трудящийся есть акционер, то есть вся заработанная собственность принадлежит каждому из них, ну, распределенные по какому-то общепринятому порядку, скажем, уборщица получает, наверное, меньше, чем тот, кто у станка делает ответственные вещи, это другой вопрос, но, но вот администрация в этих организациях работает по контракту, то есть вот такие народные предприятия, плюс коммуны, плюс инкубаторы, это на перспективу, они медленно сейчас, мировое правительство, которое все оружие забирает под свое управление, в регионах остается только стрелковые, больше никакого, войны прекращаются автоматически, и вот в этих условиях идет все остальное, о чем я говорил, спасибо. Спасибо. Пару минут на вопросы остались? Нет, нет вопросов. Пожалуйста. У меня вопрос такой, вот вы говорите о гармонизации, и я так понимаю, что вы опору делаете только на материю, вообще на социальные связи, без духовно объединяющей никакой вашей гармонизации не будет. Еще о коммунах, я... Вопрос, вопрос. Это комментарий. Неужели вы думаете, что только опираясь на материю можно гармонизировать всю землю? Спасибо. Я так не думаю. Во-первых, я говорил о гармонизации отношений в социуме, и мне удалось показать, что она действительно происходит, и на каких-то примерах я пытался это подтвердить, это раз, значит, не просто на отношения в мертвой материи или в костной материи, нет. Хотя там да, закон лямницовский закон, закон минимума действия происходит. Он происходит таким образом, что если вы посмотрите внимательно на этот закон, природа устроена так, что она напрасно не тратит энергии. Она тратит столько энергии, чтобы вот именно это передвижение закончить и больше никак, или переход из одной фазы в другую, и больше никаких. Человечество должно стремиться к тому же самому. Камень падает по вертикали, но сам по себе не делает зигзагов. Вот и мы должны двигаться без зигзагов от прямо к цели, без потери необходимой нам энергии. Время исчерпано, но проще это дело. Последний вопрос. Коммун и язвы. Какой язык разговорный предусматривается? Английский, наверное. Язык какой предусматривается? Какой разговорный язык? На международном, на языке? Коммун и язвы. Инкубатор. Коммуны поначалу будут создаваться, конечно, в своих регионах, но если кто-то захочет в российскую коммуну из Англии приехать, научиться русскому языку или мы английскому, это не важно, но будет аспиранто разработан или еще какой-то. Это дело третьестепенное. Сейчас не убить друг друга, за 20 лет не перерезать горло друг другу. Вот что сейчас важно. А на языке как-нибудь договоримся. Спасибо.